Продолжение следует... 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 водопровода, теплопостачанья, газопостачанья, осветления трамвайной колии, влаштование нового покрытия проезжих частей улиц и тротуаров, строительные условия для безопасного доступа инвалидов до объектов социального, гражданского и житлового назначения, увеличить общий уровень благоустройства в Одессе и туристическую привабливость. Управлением дорожного господарства Одессы и Министерства за 2020 год в межах выделенных бюджетных назначений в полном обществе выполнено роботи и завдания, предбаченные планом дій на 2020 год щодо реализации стратегии экономичного и социального разведки Министерства Одессы до 2022 года, программой социально-экономичного и культурного разведки на 2020 год, комплексной программой будильництва и разведки социальной и инженерной инфраструктуры Министерства Одессы на 2020 год. Также в 2020 году Управлением дорожного господарства выполнены работы с поточного ремонта объектов вулично-дорожной мережи Одессы. Роботи першочергово виконувались на основных магистральних напрямках з метою вдосконалення эксплуатаційных якостей объектов вулично-дорожной мережи у зв'язку з великим транспортным навантажением, терміновой ліквідацией пошкоджения, слетобетонного покриття, створення умов для безпечного безперешкодного руху громадского та приватного автотранспорта, відновлення пропускної здатності доріг міста. У 21-му віці управлением дорожнього господарства заплановано виконання робіт, які є комплексним продовженням робіт попередніх періодів, а саме вулиці Новощупний ряд, твердого покриття Олексіївського скверу, вулиці Преображенський на ділянці від вулиці Пантелеймоновський до Новощупний ряд, вулиці Краснова на ділянці від артилерійської до Фонтанської дороги, вулиці Артилерійській на ділянці від Красново до Фонтанської дороги та Фонтанській дороги на ділянці від Артилерійської до Краснова, вулиці Черняховського, вулиці Толбухіна на ділянці від Петрашевська та Чубарській, покриття проїжджої частини та переїзду трамвайної колії на перехресті вулиці Водопроводний та провулку Високого, та інші роботи з будівництва реконструкції капітального и поточного ремонта объектов вуличного дорожного мережа. Дякую вам за увагу. Яки есть вопросы? Есть вопросы, пожалуйста, у вас есть в вашем департаменте какая-то стратегия для уменьшения заторик на дорогах, расширения их, или, может быть, перебудования руху. Что-то у вас есть? Можно даже дополнить вот этому вопросу очень уместно. Прошение разработки проекта автодороги Север-Юг. Помните, которое планировалось якобы соединить поселок Котовского и Таирово? Вот недавно в этом, в начале года, в Учуке делал заявление о подобных намерениях. Ожиданным этого проекта или нет? Так, перспективные планы есть. Действительно, мы рассматриваем все эти вопросы. Действительно, улица дорожная мережа города уже не отвечает современным требованиям. Действительно, много транспорта появилось. Это «Певнич-Певдень». Также сейчас проводятся такие предпроектные работы, которые должны дать ответ, что нужно, и какие проблемы будут решать в связи с тем, чтобы ее побудовать. Это и земельные дилянки, и строители, которые могут быть на шляху этой автотрасы. А кто проводил эти работы? Кто занимается проектировкой? И вы уже пока деньги никакие еще не выделяете? Пока что по трассе «Певдень-Певнич», пока что ники гроши не выделялись. Это разлетается совместно с сотрудниками управления, ризного рода фаховцами. А какие там сложности? Вы говорите о двугоровневой развязке. Насколько она вообще реалистична в наших условиях? Реалистична все, все реалистично, але потрібні кошти та бажания. Если можно детальнее, где саме, ну, за планами, мае з'явиться дворевневая развязка и расширение других перекрестей? Первый год был подписан договор на проектирование дворевневой развязки на площади Толбокина. Еще вопрос. Водители питают, местные говорят, что у нас есть дорога, приехали коммунальники, разрезали верхний шар, и сейчас мы по таким явам ездимы, они потом ее залатают. Выясните, пожалуйста, почему вы говорите на таких работах? Это проводится поточный ремонт. Після цієї зимы действительно очень много дельянок наших дороги пошкодено, очень много вибоин, ям и прочее. Поэтому мы сейчас, вот, погодные умовы стали более приятными, мы начинаем поточный ремонт, и, если вы воде, если вы спросите воде, то первое, что нужно сделать для поточного ремонта, это сделать фрезеровку, сняти все эти проблемы. Потом это действительно будет перекритым асфальтобетоном, но это будет делать в ближайшие дни, когда у нас есть условия. Есть у оценки, сколько, так говорится, до ваших водородов на дорогах? Это очень важное вопрос. Если вы слушали звезды, то в прошлом году, давайте я буду сказать, пока что финансовыми инструментами. В прошлом году управление было выделено и использовано на проведение поточного ремонта без малого 150 млн грн. Но вы все помните, в каком состоянии, в каком состоянии были в улице и дороге, в прошлом году. В прошлом году, благодаря более мягкой зиме, не таких коливаний температурных режимов, все было гораздо меньше. И 150 млн грн нам действительно хватило. В этом году проблем гораздо больше. Можно, конечно, пороговать на какой-то конкретный день или неделю, в котором мы имеем площадь проблем в квадратных метрах. Но это такое дело, что в лютом году было одно понимание, в начале березня стало второе понимание, потому что эти проблемы каждый день. Из-за того, что они не ремонтуются, они увеличиваются. В марте, на комиссии по транспорту, в начале этого года, соответственно, призвучало, что выделят 100 млн грн на ладочный ремонт. Так ли это и с каких участков начнуты? Вы говорите, 150 млн грн было в прошлом году выделено. Это тоже на именно поточный ремонт, как вы говорите, именно ямод. Правильно? Верно. Ладочного ремонта такого нема. Есть понятие поточный ремонт. Так. Действительно, в этом году, в бюджете этого года, в прошлом году, было предпочено 100 млн грн. На последней сессии нам добавили еще 50 млн грн. Поэтому на сегодняшний день мы имеем финансирование на поточный ремонт этого года, 150 млн грн, что измеримо с прошлым годом. А вы уже можете видеть, уже начали. Это магистральные улицы. Краснова, Водопровидная, Чорноморское хозяйство. Это, как вы говорите, сделали ями, но не ями. Это отфрезировано дорожное покрытие, которое было повредено. И когда мы наблюдаем прогноз погоды, где-то на выходе уже будет приятная температура, и будем уже их восстановить. Но остановиться не будем, и действительно будем продолжать дальше. Ну, в первую очередь, это магистральные улицы, где ходит в первую очередь громадский транспорт, электротранспорт, а потом остальная часть. Я хочу, чтобы вы понимали, что большая количество наших улиц, очень много лет уже не проводились капитальные ремонты. Если вы обратите внимание, например, 18-й год, 3 года назад, улица Преображенская, от Тереспольской площади до улицы Софиевской. Прошло 3 года после капитального ремонта. На сегодняшний день нет ни одного проблем. В прошлом году улица Софиевская, Маринеска. Прошел капитальный ремонт, нет ни одного проблем. Если мы возьмем, например, улицу Краснова. Я работаю 7 лет в управлении, а есть мои коллеги, которые работают гораздо больше, они не помню, когда там был последний раз капитальный ремонт. Мала, велика, арена Уцка. Это можно перечислять безлеч. И когда говорят, что неэффективно используются деньги, каждый год латают. И так и инше, так и инше. Зрозумейте, что каждая речь, в том числе и дорога, мае свои эксплуатационные властивості, свои эксплуатационные сроки. Их нужно поддерживать, но когда не хватает денег, то приходится, скажем, меньше крови проводить этот ремонт. Могу поддерживать вуличную дорожную мережу такими моментами, как применяя установку ямочного ремонта, и проливка трещин, которые на несколько лет продолжают срок службы дорожного покрытия. А что касается реконструкции Ивановского моста? Какой там график работы, который перекрыт полностью? Как это регулировать? Так. На сегодняшний день управлением заканчиваются процедурные моменты до заключения договора на проектирование реконструкции Ивановского шляхопровода. Это проектная организация. И после этого они приступят к проектированию реконструкции и будут уже рассматривать вопросы. И тем чином это будет проходить. Або полностью перекрытие руху, або частковое перекрытие руху. Это все будет решиться в процессе проектования. Но я хочу сказать, что действительно все несущие конструкции в очень незадовольном состоянии. Он действительно класс 5 непрацездатный. Доследование позволило нам на сегодняшний день пока что залишить рух на средних полосах для транспорта, вантажей загальной массы до 5 тонн. Хочешь какого-то руху, но залишить. Потому что процесс проектования будет тривали. По нашему оптимистичному, это край оптимистичным прогнозам, початок робіт с урахованием проходжения, проектирования, экспертизи, проведения всех необходимых процедур закупивлений на выполнение робіт по реконструкции. И очень оптимистичный прогноз – это грудь этого года. Это чтобы старт работать? Действительно, так. А в финансе, соответственно, какие собрания вам обладают? Или вы пока не знаете? Поки еще нема проектов, нема про что говорить. А другие вас будете обследовать? Вы говорите сейчас, что не все хорошие состояния, но все же Савангей, Гарбатин, Горбатин, Горбатинский. Так, обследование будет, оно и проводится, и будет проводиться. Например, в нашем управлении три года назад был разработан проект капитального ремонта «Ведеопольского шляхопровиду». На сегодняшний день мы проводим его коррегулирование, также проводятся обследования, проводится перерахование его кошторисов. И когда это все завершится, также будем ставить вопрос о проведении его капитального ремонта. Но тут мы имеем такую проблему, чтобы сразу перекрыть два шляхопровода, которые находятся, грубо говоря, на одной линии, и Ивановский, и Ведеопольский. И тут надо будет уже вырешивать питание, как проектовальники бачать капитальный ремонт Ведеопольского с полным перекрытием, або не с полным перекрытием, або взагалі без перекрытия. Это все будет вырешиваться, когда мы будем иметь проект уже готовый. Какие мосты в плохом состоянии, кроме Ведеопольского, какие еще вызывают вопросы? Нужно срочно их ремонтировать? Ну, так, чтобы прям срочно. Это я вам сейчас... В каком состоянии наше мосты, скажите? Ну, таки, действительно, это шляхопровод над Залезницею Бахмач мост перед автовокзалом. Это действительно Строганов мост над Грецкой улицей. Это сам шляхопровод над улицей Балковской, біля автовокзалу. И что с ним не так? Ну, потребуют капитального ремонта. Для этого нужно заменить проектную документацию, в рамках якої будет сделано квалификовое обстежение, будут сделаны висновки и данные рекомендации, что нужно делать. Ну, так, мы прикладываем все усилия, но погодные условия не всегда нам дают это сделать. Я так вважаю, что это, если не будет действительно серьезных опадов, то это первая декада квитня. Первая декада квитня. Это мы планируем, чтобы восстановить рух по улице Водопроводной и по улице Перехрестя Екатеринянская Новощупный ряд. У меня, собственно, два вопроса, но первый, департаментом транспорта анонсирована реконструкция двух перекрестков с организацией круглого движения. Это Грушевского химическое и Болгарское Мечниково. Что вы знаете об этом и на какой стадии эта работа в общей производстве? И второй вопрос. Сейчас много нареканий на качество дорог в городе. И, как я понимаю, отсутствует объективный какой-то контроль качества со стороны управления дорожного хозяйства. А почему не используются, допустим, возможности лаборатории службы автодороги в городской области для того, чтобы проверить качество дорожного покрытия и вообще дорожного движения? Спасибо. Что ведомство перехрестя, пока что в управлении нет такой информации. Это, мабуть, инициируется департаментом транспорта. Я думаю, что ближайшим временем мы получим эту информацию и будем решать вопросы по началу проектирования этих работ. Что касается контроля качества, то на самом деле мы проводим это и будем проводить и в этом году. Я про качество дорожного покрытия уже сказал. Нормативные сроки эксплуатации наших дорог уже вышли. И нужно делать капитальный ремонт. Но денег на это недостаточно. Там, где последние годы сделаны капитальный ремонт, эти улицы в нормальном состоянии. Нема на каких-то шкоджений. Проедьте. Я эти улицы называл. Вы сами помните, где работали последние 3-5 годы капитальные ремонты. Они не потребуют сегодня серьезной внимания. У улицы, которые прошли капитальный ремонт, больше, чем 10 лет, а то и 15 лет. Чтобы мне рассказывали, проспект Небесной сотни. От 13-ти линей трамвая до улицы Инглези. Останний капитальный ремонт проводился в 2003 году. Самые порахуйте, сколько лет прошло. А капитальный ремонт нужно проводить раз в 10-12 лет. Я думаю, что это уже без комментариев. Какие еще есть вопросы? Дякую за увагу. Всего доброго дня. И допоможе нам Бог справиться с ямами. Субтитры создавал DimaTorzok